Есть такой канал, Джильтонмены Апачи. Парни создают очень необычный контент, балансируя на грани эпатажа и экстремального юмора. Канал о том, как простые пацаны с района стараются с нуля пробиться в мир бизнеса. Это веселые ребятки и у них жесткое чувство юмора. И вообще, мне кажется, им плевать, кто и что о них думает. Отчет о создании своего дела они разбавляют экстремально юмористическими экспериментами и трэш-челленджами. Например, есть видео, где они стреляют друг в друга реакцией колы с пропаном, делают бомбу из зажигалок, связывают намертво двух людей скотчем, снимают комедийные жизненные ситуации и ухаживают за курами. Лично мне понравилось видео, где они стреляют из кока-кольного миномета в человека. Я охуел, если честно. В общем, переходи на их канал и подписывайся. Ссылочка в описании. Поддержите парней, они реально стараются. Упало мыло в душевой. Мне ничего уже не страшно. А за окном идет конвой. Сижу я тихо у параши. Сижу я в клетке 20 лет. За что сижу уже не помню. На двери ржавый шпингалет. И это все, что я запомню. Всем привет, дамы и господа. С вами Реал Пеппер. В то время, как всякое лошье ходит на работку и занимается бесполезной для общества деятельностью, крутые, блатные и авторитетные челики тянут свои сроки от звонка до звонка. Именно они держат районы, кварталы и целые города. Непонятно, правда, за что именно держат, но держат. Ну и естественно, четкие чекули просто текут от таких пацанчиков. Потому что именно такие ребятки достойны уважения. И именно с такими ребятками нужно заводить семьи и создавать новые ячейки общества. Ауешники, блатная романтика и утренний запах параши на фоне падающего мыла в душевой. Как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы снова отправимся в тюремные поблосы и знатно так поржем. Поехали! Привет, чё делаешь? Оперу пишу. Классно. А про меня напишешь? Да, опер просил про всех написать. Ха-ха! О-хо-хо-хо! Вот это шутейки подъехали. Не, ну я думаю, перед чернухой, которая творится в этих поблосах, самое то шутейку прогнать. Чё не смеётесь-то? Не смешно? Не поняли, да? А вот такие там шутейки. Других пока не завезли. Ребят, всем привет! Кто сталкивался с росписью в тюрьме? Хм, а какая именно вас роспись интересует? Городецкая? Может быть, Гжель? Ладно, это я нестандартно стебусь. Понятно дело, что речь идёт о бракосочетании, когда один из молодожёнов внезапно отъехал в санаторий. В Магадан или ещё какой-нибудь прекрасный город нашей необъятной. Долго ли? Какие документы нужны? Насколько долго? Это зависит от самой путёвки в парашный санаторий. А вот насчёт документов я бы вообще по этому поводу не парился бы. Если ваша роспись проходит в тюрьме, нахуй вообще о чём-либо париться? Жизнь удалась на все 100%. Примерно как у этих ребят. Вот они, походу, вообще не парятся насчёт росписи или каких-либо документов. Им и так всё заебись. Сейчас станцуют брачный танец и жариться начнут, что аж перья в разные стороны поразлетаются. Подскажите, могут ли дать второй условный срок по статье 158? Эм, чувачок немножко проворовался в крупном размере. Если судимость ещё не погашена. Нет, что вы, если судимость ещё не погашена, а муженёк решил второй раз на пиздинг пойти, ещё и бонусы начислют. С кэшбэком, блять. Вещи вернули, ущерб возмещён, характеристики хорошие. То есть этот хуесос уже проворовался. Ему дали условку и, сидя на условке, он второй раз проворовался. А я много раз говорил, что это уже не люди, это кончи. И, вероятно, если ему дадут второй уже реальный срок, после его отсидки он, скорее всего, пойдёт воровать. Потому что это не люди, потому что это кончи. Ха, у них ещё и грудной ребёнок есть, который пока ещё не записан на отца. Гуляй, батя, воруй дальше. На одну ждуняшку станет больше. Великолепная семейка. Ищу девушку для создания семьи. Это если шоу в тюремном паблике постик. Ну так, если вы забыли вдруг. Пишите, пообщаемся, а там как пойдёт. Дети не являются обузой, а только в радость. Не знаю, как насчёт детей, но, видимо, в своё время учебник по-русскому ему точно был обузой. А на зоне он, видимо, не стал доучиваться правописанию. Там только в жопу давание преподают и в дёс надолбление. Там некогда о правописании думать. Нужно ещё подумать о том, как бы роспись в тюрьме провести. Кстати, насчёт росписи. В эфире передача «Давай поженимся». И сегодня у нас много женихов. Всем приветик. Ну что же вы хмуритесь, невесты? Посмотрите, какой понтовый типок. Сразу видно, ценитель минимализма. Судя по голым стенам. Но это ещё не всё. Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений. Ну что же вы, девчонки, забирайте парнягу. А то, судя по его позе, сокамерники уже устроили с ним планы на вечер. Знакомиться в личку. Ой, вы только посмотрите. Он только в личку знакомится. Девчонки, если вы ищете себе застенчивого, скромного стесняшку, то это явно ваш выбор. Хуёвый, правда, выбор. Но какая передача, такой и выбор. Привет всем. Ну привет, Ёпта. А этот, походу, только недавно залетел на зону. Обычно петушня наколками сразу обрастает. А этот, вроде бы, чист. Но, судя по его жестам, он всю жизнь мечтал оказаться в таком пафосном гей-клубе. И ещё серьёзные отношения. Мне кажется, ты их давно уже себе нашёл, чувак. Серьёзные отношения с товарищами-ментами и блатными камерными кентами. Настолько серьёзные, что жопа от вечера к вечеру не успевает восстанавливаться. Всем привет. Зовут Вячеслав. Хочу серьёзных отношений. Я смотрю, здесь все прям такие серьёзные, клоунов нет вообще. Особенно вот этот. Судя по реквизиту на лавочке, он реально серьёзно настроен на победу. Победу над здравым смыслом, судя по всему. Ну или под заборной шалашовкой, которая согласится встретиться с ним. Ну да ладно, пора бы нам встретить невест. Готовых, судя по всему, в этой жизни уже на всё и на всех. Внимание, перед вами не абы кто. Это настоящая принцесса. Ищу хорошего мужчину для создания семьи. Принц, откликнись. Мда, видимо принц забил хуй. И принцесса немножко перебродила в башне с драконом. Мне даже жалко дракона. Он бы и сам хотел бы избавиться от неё. Даже объявление на авито подал. Но чё-то никто не откликнулся. Оу, какая жаркая. Вот это я понимаю. Романтический взгляд. Я бы на месте тех, кто ищет себе невесту на зоне, отдал бы за неё всё. Ведь таким горячим взглядом можно и тюремную решётку расплавить. Просто общение. Да, как бы тебе сказать. А шо ещё с тобой делать? Как, впрочем, и с другими персонажами подобных пабликов и заведений. Надеюсь, они найдут друг друга и в нашем светлом обществе на несколько счастливых семей станет больше. А у телерепортеров появится ещё больше материала про ёбаных неблагополучих. Кстати, в тюрьме реально все порядочные. И воры, и убийцы, и насильники. Не верите? Всему порядочному люду скорейшего освобождения. Ну сразу видно, порядочность так и прёт. За что их всех посадили, ума не приложу. Вот этот вообще, судя по всему, мастером спорту по бильярду был. В том числе и карманному. Он настолько профи, что играет с сигаретой в зубах. Даже не думая своей кочерыжкой, что может уронить пепел на сукно. Да и ещё не смотрит на шар. Ну и правильно, по-другому только лохи играют. Хочу познакомиться с хорошей девчонкой для общения, а дальше больше. Я нахожусь в местах не столь отдалённых. Сидеть прилично. В смысле, а дальше больше? Если сидеть тебе на зоне прилично, что именно ты имел в виду под фразой, а дальше больше? Ты предложишь ей залететь от тебя на одной из свиданок? Всем привет. Довольно тоскливо и хочется просто с кем-то поговорить по душам. Ну шо я могу сказать? Ему вот тоже тоскливо. Ищет серьёзных отношений. Правда, ищет он девушку лет 40-35. Но я думаю, и ты сойдёшь. Для разнообразия, скажем так. Зато есть один большой плюс. Никто из вас не сможет залететь. Здравствуйте. Скоро суд по статье 222 и 228. Какая максималка и минималка может грозить? Ну чё тут думать-то? Вот минималка, а вот максималка. Ну на всякий случай лучше к максималке готовиться. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. А сейчас драматичный текст со смыслом. Не судите вы тех, кто не в воле. Не желайте им боли и зла. Да я в общем-то никому из них зла и не желал. Мне как бы насрать. Есть обычная, нормальная, людская жизнь. Правда, нормальность понятия растяжимая, но всё же. А есть доля воровская. Фартума с тяуе и все дела. Каждый выбирает своё. Непростая им выпала доля. Их судьба от тюрьмы не спасла. Ой, вы только послушайте. Судьба их от тюрьмы не спасла. Сначала накосячит на свою тупую башку. А потом, видите ли, поймали. Судьба от тюрьмы не спасла. Он всего лишь не хотел работать, но хотел иметь бабосики. А тупой башкой думать сложновато. Поэтому и пришлось ограбить прохожего, ну или ларёк. Судьба от тюрьмы не спасла. Они всего лишь хотели с друзьями попить водки, пока малыш уснул в другой комнате. Но это чёртово застолье привело к поножовщине. И судьба от тюрьмы не спасла. Вы не знаете жизни до зоны, что порой им пришлось проходить. Интернаты, детдомы, трущобы. Ой-ой-ой, вот только не надо давить на жалость. Жалко у пчёлки в жопке. Никто не виноват, что отребье плодилось словно кролики под бутылку водки. И забивали потом болты на своё потомство. Давайте пожалеем их. У каждого в этой жизни есть своя башка на плечах. Кто-то умеет ей пользоваться. Кто-то не особо умеет. И иногда делает глупости. А кто-то вообще думает, что этот круглый предмет, который привинчен к телу, нужен только для того, чтобы в него жрать. Ну и говорить ещё им там фарту масти ауе. И выпьем там, короче, зажинь блатную. Ну вот, типа того, блядь. Если у вас много жалости, потратьте её лучше на бездомных котят. Поверьте, это гораздо лучше, чем тратить её на всякий сброд, который плодится без остановок, а потом идёт воровать. Возможно, это жёстко звучит, но это реалии жизни. И своими погаными песенками с текстами обезьян лично меня не разжалобить. Я считаю, что преступники должны сидеть на зоне. Я не знаю, какое ваше отношение к подобным роликам, но судя по лайкам-дизлайкам, всё-таки положительное отношение. Ну вот, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте, ссылочка в описании. Там вы найдёте всевозможные новости о данном канале, когда и что выйдет, когда будет стрим и так далее и тому подобное. Кстати, стрим в это воскресенье в 16.00 по московскому времени. Ну вот, как-то так. Встретимся на стриме, увидимся в следующем ролике. Всем пока-дова!